В этот четверг Владимир Путин проведет свою ежегодную прямую линию. Телетрансляция ответов российского президента на вопросы граждан заслуживает внимания по целому ряду причин. Но, пожалуй, главный из них состоит в том, что подобный формат общения с избирателями начинает пользоваться популярностью у американских политиков, пишут в статье для The Washington Post доцент исторических наук в университете Висконсин Милоке Кристина Ванси доцент политологии университета Notre Dame Сьюзен Венгл. В этот четверг российский президент Владимир Путин вновь будет отвечать на вопрос граждан и своей ежегодной, многочасовой прямой линии. Многие наблюдатели называют эти телевизионные шоу абсолютной фикцией. И, действительно, это тщательно организованное и контролируемое мероприятие, утверждает в статье для The Washington Post доцент исторических наук в университете Висконсин Милоке Кристина Ванси доцент политологии университета Notre Dame Сьюзен Венгл. Новая прямая линия станет для Путина уже 16-й. И если внимательно взглянуть на взаимодействие президента с гражданами и сравнить эту трансляцию с предыдущими, можно увидеть тот образ российского государства, которое хочет продемонстрировать его правительство, подчеркивают авторы статьи. По их словам, из-за недавно принятых законов против экстремизма россиянам стало гораздо труднее публично затрагивать определенные социальные и политические проблемы. Однако вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным часто касаются очень болезненных тем, в том числе и о коррупции, протестах, торговле людьми и наркомании. Тем не менее, во время прямой линии на первый план обычно выходят экономические проблемы. Следовательно, экономические показатели России и их эффект на уровень жизни, это все еще важный источник легитимности для Путина, несмотря на то, что после финансового кризиса 2008 года и аннеаксии Крыма в его выступлениях стала преобладать патриотическая, националистическая антизападная риторика. Выделяя эфирное время этим опасениям, правительство признает их обоснованность. Администрация Путина использует вопросы прямой линии, чтобы узнать о проблемах народа, а затем транслирует их на широкую аудиторию. Слушая то, что попало и что не попало в эфир, зрители узнают, что можно обсуждать публично, утверждается в статье. Все это означает, что некоторые темы являются табуированными. Они освещаются лишь под определенным углом или не упоминаются вовсе. Порой запрещенные вопросы подаются в юмористическом или саркастическом тоне, отмечают Аванс и Уэнгл. В 2015-м один из участников линии поинтересовался у президента, не хотел бы он клонироваться себя, ведь российские бюрократы отчитываются только перед ним. Поданный как шутка этот вопрос поднял очень серьезную тему о России после Путина, подчеркнув его незаменимость, обращают внимание авторы статьи. Поэтому следите за шутками и темами, которых не будет в этом году, советуют они. Ответы Путина на вопросы во время прямой линии отличаются своей длиной и подробностями. Обычно он демонстрирует прекрасную осведомленность о статических данных и законодательных реформах. Порой президент даже обещает лично решить проблемы. В такие моменты делается упор на его персональную власть. Но при этом постоянно уделяется внимание ведомствам и официальным каналам, через которые необходимо решать проблему. Таким образом зрители должны увидеть, что Россия – это нормальное современное государство, где власть действует рационально, строго соблюдает правила и носит институциональный характер. Иными словами, эти трансляции призваны убедить граждан, что личная и институциональная власть не противоречит друг другу, поясняют авторы статьи. Ответы Путина тщательно подогнаны под каждого собеседника. Он всегда мягко общается с пенсионерами и детьми. Но его обращение с бизнес-элитами и представителями оппозиции зависит от конкретной экономической и политической ситуации. Следите за тем, кого похвалят, а кого распекут в этом году, призывает Аванс и Уэнгл. Зрители прямой линии могут присылать комментарии с помощью смс-сообщений или через социальные сети. Но ответы даются только по телевидению. Таким образом четко дается понять, что всем командуют тележурналисты, а соцсети представляются в качестве подчиненных и второстепенных. Авторы статьи убеждены, что все это делается нарочно. Соцсети децентрализованы, и заниматься их цензурой сложнее. Но показывая сообщения соцсетей, прямая линия выглядит как более аутентичное общение с российским народом. Во время прошлогодней трансляции демонстрировались комментарии зрителей, в которых резко критиковался Владимир Путин. К примеру, одно сообщение гласило, трех президентских сроков достаточно. Позже выяснилось, что Кремль сам одобрил трансляцию подобных комментариев. Следите за критическими сообщениями, которые появятся и не появятся в этом году, пишут Аванс и Уэнгл. На протяжении своего существования прямая линия претерпевала изменения. С каждым годом увеличивались размеры съемочных площадок. Количество зрителей в студии также постоянно росло, достигнув нескольких сотен. Это образ того, что российское общество стремится пообщаться с президентом и хочет верить, что он и его администрация могут предложить решение. Все более многолюдная студия, возможно, также призвана компенсировать фактическую отдаленность и недоступность Путина, предполагают авторы статьи. По слухам, в этом году впервые с 2008 в студии не будет зрителей. Вероятно, это сигнал того, что Путин решил полностью положиться на опосредованное общение с гражданами. Или, быть может, это ответ на падающий рейтинг-шоу за последние годы, рассуждают Аванс и Уэнгл. По их мнению, самая главная причина внимательно смотреть прямую линию заключается в том, что это явление не ограничивается путинской Россией. Представители американского конгресса все больше предпочитают телетрансляции, доставляющим неудобства личным встречам с избирателями. Как и прямая линия, эти транслируемые мероприятия дают чиновникам больший контроль. Наблюдение за подобными контролируемыми и постановочными общениями лидеров с гражданами помогает нам понять образ, который политические элиты хотят передать, и средства, которые они используют здесь и за границей, заключают Кристина Аванс и Сьюзен Уэнгл. Публикуем в Твиттер актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией НОПФ-источник Вашингтон-Пост США Северная Америка Теги Владимир Путин Прямая линия России-США Редактор субтитров А.Семкин